Всем утро! Это утренний Коксофонтова и время научных экспериментов. Наступает, это означает, что у нас в студии появилось шоу профессора Звездунова, в частности, конкретно, профессор Полимеркина и профессор Котетина. Доброе утро! Доброе утро! Что будем делать, чем заниматься этим ранним прекрасным пятничным утром? Ой, прекрасным пятничным утром! Будем есть овощи? Август сейчас, ну да, овощи! Огурчики, перчики, что нам еще? На самом деле, хотели сегодня поговорить про то, что вот лето у нас на дворе, и самый популярный салат у нас какой летом? Огурцы и помидоры. Огурцы и помидоры, да, он летний называется, абсолютно верно. Да, ну и что туда вот входит, получается? Огурцы и помидоры. Еще огурцы и помидоры по-разному. Ну, конечно, по-разному. Болгарский перчик, зелень, укропчик, конечно. Вот мы сегодня, в преддверии уже холодных сезонов, решили сделать вам летний салат по-зимнему. Сибирский летний. Сибирский летний, закаленный в наших морозах, используя очень интересное вещество, одно из самых холодных веществ на Земле. Что это? Жидкий азот. Жидкий азот, абсолютно верно. У нас с ним отношения завязались давно уже. Вот такой у нас замечательный. Кстати, напомните, пожалуйста, профессор Котекина, температуру жидкого азота. Минус 195 градусов. Всего-то. Да, минус 195 градусов, абсолютно верно. И сейчас мы будем... Ледяной, ледяной термин. Он очень ледяной, абсолютно верно. Обжигающий ледяной. Будем... Начнем с чего? С перчика. С перчика начнем, пожалуй. Мы берем, я думаю, мы его надломим вот так вот. Так. И начнем его замечательно замораживать. Так. То есть мы готовимся к зиме с заморозкой продукции? Да. На самом деле просто мы, профессора, слегка ленивы, да, чтобы резать что-то, крошить. Баночки закручивали. Да. А вот, например, по-научному приготовить, если вот есть азот у вас, очень легко можно нашинковать, скажем так, овощи, используя, ну, не знаю, я не знаю даже, что используя. Микрофазота жидкого, перец. Да, у меня вот... Такое ощущение, что жарится, на самом деле. Как будто, знаете, как в масле во фритюре, да, у нас? Да, да, да. Да. Ну, в принципе, я думаю, можно вытаскивать наш перец. Вытаскиваем. Вытаскиваем. Только вот чем его нам сейчас расколоть, я вот даже не знаю. А-а-а. Так. А попробовать его можно? Можно попробовать, потрогать его, конечно. Это подойдет? О! Ничего себе. Да, конечно, подойдет, профессор Котейкина. Ледяное, не то слово. У нас... Велик, что ли? Нет. Так. Так, давайте я сейчас... Сейчас мы будем... О, отлично, отлично. Давайте, 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 давайте. Так. Замечательно. Смотрите, видите, он у нас на маленькие кусочки покрошился. О! Ну, салат готов практически. В принципе, вот эти можно уже кусочки отправлять в нашу мисочку. Так. Отлично. Велик, давайте. Так же можно то же самое проделать с огурчиком. С огурчиком то же самое проделать. А вот надламывайте вы с какой целью? Расскажите, пожалуйста. Ну, как, растает, поедим. А-а-а. Я же не буду его целью. Нет, ну, можно заморозить и, это, отличная, быстрая заморозка на зиму приготовить, да. А, на зиму заморозка. Ну, это так неинтересно. А вот разломать его, что его, так с ним поделать. Ну, на самом деле, секрет прост. У нас все наши овощи, они в основном состоят из воды. И вот молекулы воды как раз-таки очень-очень быстро начинают с помощью азота замораживаться, вот так вот схватываться. Поэтому у нас становится все очень твердым, как камешек. И пробуем. Пробуем? Пробуем. Разбиваем. Давайте. О, нет. Огурец еще не до конца. Огурец еще не до конца замерз, я бы сказала. А, не до конца? Да, он не до конца замерз. Может быть, вы хотите попробовать побить? А поесть можно ли это? Поесть можно. Ну, конечно, когда он, ну, когда оттает. То есть, подождите, когда он оттает, Варя, он станет обычным огурцом? Он станет обычным огурцом, да. Мы просто вот делаем все это ради того, чтобы там ни шинковать, ни резать, а так бах, разбили, все на кусочки разлетело, все отлично. А можно укропчик под заморозить? Ой, укропчик под заморозить, это на самом деле мое любимое. Да? Да. Подожди, не спеши, ты спеши. Не спеши, не спеши. Ох, нет, огурец у нас очень-очень-очень, он такой прям деревянный стал. Ну, это вот мы, ну, нет, вот уже надкололи, надкололи. Вот он раскололся. Да давайте посильнее ударим. Термина, давай. Я бы, если мы посильнее ударим, у меня столб уйдет в бездну. Давайте, давайте, сейчас еще под заморозим. Наготовку бы с укропом заморозить. С укропом? Ты аккуратнее, я тут с молотком стою. Давай, давай. Так. Винтусская кухня. Пробуем? Угу. Док, не попался. О, 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 пошли. Ой, не говорите под руку. Все-все-все, там он уже растаял, а вот они кусочки, вот они ледяные кусочки. Вот да, он еще в середине не до конца замерз, а здесь замечательно. Можно ли добавить раствору, физраствору? Физраствору, да без проблем. Так что это, мне кажется, укропчик. Держите за веточку, вот за стебелечек, а вот это все опускайте. Так, поехали. Так. Вот, замечательно. Ну вот укроп-то сразу, да? Он, конечно, с вами, да, моментально. Гербарий получается такой засохший. Есть много вариантов использования жидкого азота. Тут, пожалуйста, и заморозков продуктов на зиму, и салат такой для ленивых. Да, а теперь просто смотрите, вы можете, знаете, что здесь, прям очень красиво, эффектно, самое главное. Слушайте, как будто ленивый. А теперь можете взять вот так рукой и просто его сжать. Так. И получается все, все. Где бы азота-то достать, а? Дайте я попробую. Домашних заготовок. Пожалуйста, пожалуйста, конечно, пожалуйста. Держи. Так. Замораживаем. Замораживаем сейчас. Здесь, конечно, волшебство в этом, насколько оно буквально секунды. На самом деле все это так завораживает, вот когда что-то парит, да, что-то так на глазах замораживается. Можно сразу прям вот так вот сжимать. Да, он моментально сразу. Он прям сразу покрошился. Замечательно. Что еще можно так заморозить? Не знаю, те же самые помидорчики, в которых достаточно много воды. Помидорчики тоже можно заморозить, они тоже будут там раскалываться на маленькие. Ну вот на самом деле вот такой вот самый мейнстримовый эксперимент, наверное, у всех, это заморозить розу в азоте. Розу. А, да, да, да. Это уже давным-давно такой эксперимент известный. И потому что тоже в розе содержится 90% воды, поэтому она очень быстро замораживается, превращается в хрусталь. Ну и мы идем дальше, мы начинаем пробовать что-то другое, что-то новенькое. Уже и овощи пошли, и фрукты пошли. И резину даже можно заморозить, она прям такая дубовая-дубовая становится. Да? Ничего себе. Но самое интересное, когда что-либо попадает, да, в него начинает, правда, шипеть. Да, потому что это кипит как будто бы, да, вот. Окончательный замерз. Фары на лицо, а молодец, дай мне, дай мне пары. Давайте, давайте, я вам даже дам вот так пары. Аккуратнее с парами. Давайте подаем сюда нашу коллегу Викторию Столяру, и во время новостей наступает, и пора уже и ей приобщиться к этому чудесному процессу заготовки на зиму. Виктория, добро пожаловать. Доброе утро, ну что, ребят, приветствую. Доброе утро. Бери укроп, давай пробуй. Давайте. Давайте. Что делать-то просто опускать? Просто опускать. Руку не опускать, укроп опускать. Он так шипит, вообще страшно. Еще немножечко подержала бы. Еще, 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 да, вот так, вот так. Не бойтесь опускать его. Вы уже наловчились. Конечно, конечно. Мы все умеем. Укроп отделать. А теперь давай рука. Ручка можно пошипеть. А можно трогать? Можно, конечно. Ой, ничего себе. Ну, конечно, нельзя пить, конечно. Здорово. Ну, я думаю, что с таким приготовлением, вот, готовка салата ускорится во много раз, мне кажется. Да, это точно необходимо. Можем и вампоры на лицо. Думаете, омоложусь от этого? Ой. Помолодевшая Виктория Сталинова сейчас приступит к новостям. Ну, а мы прощаемся. Шоу профессора Звездного был у нас в гостях. Профессор Полимеркина, профессор Кокейкина. Спасибо вам за то, что пришли к нам. Спасибо большое. Помогли заготовить огурчики с перчиками. Постарались, постарались.